Как воспитать чемпиона, не имея толком для этого ни денег, ни места для тренировок? Федерация УШУ в городе Благовещенске в Амурской области существует несколько лет и все эти годы борется за свое выживание. Сегодня у меня в гостях в программе «Простые вопросы» председатель Федерации УШУ Амурской области Наталья Шитько. Наталья, здравствуйте! Здравствуйте! Недавно ваши дети привезли из чемпионата Европы золотые медали. Я знаю, что 2010 год на мире тоже золото. Далеко не все виды спорта в Амурской области могут похвастаться такими результатами. Вот в чем секрет? Как так получается? Как добиваетесь таких результатов? Для начала цель была просто развить вид спорта, показать городу, что есть и такое искусство, как УШУ. Ну и скорее всего просто на своем энтузиазме, фанатизме и доказать себе, что действительно можно стать хорошим тренером без зала и без сил. Может быть, какой-нибудь секрет для футболистов в частности может раскрыть секрет? Нет, секрета конкретно нет, конечно. Но вам кто-нибудь оказывает поддержку? Нам многие оказывают поддержку в плане спонсорства, в плане поддержки финансовой. Но, к сожалению, по спортивному залу у нас огромная большая проблема, потому что, в принципе, вид спорта новый и его помещение нужно большое просто. И как у нас много подразделений, то есть подразделения идут и по УШУ саньда, это спарринговая работа, это татами нужно. По УШУ таулу традиционным видом это нужны залы где-то порядком 9 на 14 размером хотя бы для того, чтобы тренировалась сборная. Ну то есть своего зала нет? Нет, своего нет, да. Администрация не может предоставить на данный момент. Да, общение было и с администрацией, но пока на сегодняшний день, говорят, мы не можем построить для всех залы. Ну то есть это порядком, большое количество времени нужно для того, чтобы подготовить сборников. И часа 4-3 в день нужно занимать только на сборную одну группу. Поэтому, наверное, скорее всего и проблема вся в том, что нужно и покрытие, и ковры это все расстилать, крутить, разворачивать, заворачивать. Ну, оправдание всегда можно найти, но вот если сравнивать города, которые недалеко от нас, Хабаровск, Хабаровский край, Приморский край, как там дела обстоят? В Приморском крае, в принципе, такая же ситуация. Единственное, что там федерация 20 лет существует и за 20 лет существования там один призер России. Да, у нас 5 лет, да, у нас 5 лет и уже и чемпионы, и призеры Европы, и мира, и абсолютный чемпион России. Ну, я так думаю, в Хабаровске у нас по традиционке все развиваются, поэтому там вообще зал в принципе нужен, там 3 на 4 они на всероссийские, на мировые уровни вообще не выезжают. Ну да, то есть мы их всех порвали, грубо говоря. Зная, что были разговоры в 2007 году, говорили о том, что Благовещенск станет столицей УШУ Дальнего Востока, и вот здесь будут проводиться серьезные соревнования, но это был 2007 год, разговоры, что сейчас? В 2010 году, когда был чемпионат мира по традиционному УШУ, мы как бы как федерация планировали провести сюда группу спортсменов, которые будут готовиться на адаптационном периоде. То есть Китай, в принципе, у нас по времени подходит, да, по времени. И, соответственно, мы хотели базу поставить, все сделать, но так как у нас ни ковров, опять же, ни спортивного зала, мы просто не можем привезти и куда-то их определить, эту всю карманную сборную. Но все в деньгой играется. В принципе, это все реально. Спортивный зал. Спортивный зал никто, кроме администрации, не даст? Или как? Или сами снимаете за свои деньги? Ну, пока снимаем, да, то есть нам Галина Александровна Критская, гимназий номер один директор, очень хорошо нам помогает, в принципе, только за счет ее помощи, наверное, мы и готовимся, и тренируемся, и круглосутки тренируемся в гимназийном роде. А откуда деньги на соревнования, на университет? Да, финансово нам помогает Министерство по физической культуре и спорту и, конечно, город. Но город у нас больше помогает на дальневосточные и городские соревнования, скорее всего, даже на городские. А на дальневосточные и всероссийские, мировые помогают Министерство финансово, поддерживают нам 3-4 спортсмена регулярно каждое соревнование. Ну вот вообще УШУ в городе Благовещенске популярно. Сколько детей занимается в секции УШУ? На сегодняшний день, да, популярно, но у нас уходит из-за того, что, опять же, неудобное время для родителей, нет залов, и мы, то есть в 9 часов вечера, это позднее время для детей. Естественно, туда уже не могут привезти даже десятилетники, я уже не говорю о семилетних. Но то, что вытворяют ваши дети, это действительно удивительно. Вот сколько детей занимается лет, как долго учатся под подобными? Ну, вот нашей федерации 5 лет, соответственно, где-то официально по документам, с 2006 года мы существуем, и с 2005, где-то я в университете, закончив университет, начала преподавать. Вот лет 5-6 дети тренируются. УШУ – это сплав гимнастических комплексов и дыхательной гимнастики. Что даёт УШУ для человека, для организма, вообще для развития? Ну, что человек получает? Не смотря какой УШУ. Если заниматься, допустим, в целом для здоровья, как и всегда, то есть если спортом глобально заниматься, то это большой спорт, то это, конечно же, такого глобального огромного здоровья здесь нет. Это опять же травмы, это опять же усилия перед собой, это тренировки постоянные, нагрузки постоянные, где-то учёба в ущерб идёт занятиям. Нет, ну вот, например, он занимается УШУ, он в тёмном переулке отстоять себя сможет без мяча. Да, да, это дау. Дау, дау, без дау сможет. А вот это что такое тоже интересно? Это цепь. Цепь традиционное оружие, гибкое оружие. Ну, с такой цепью понятно, что можно любого хулигана наказать, но так? Здесь, в принципе, сила воли и сила духа, как ты воспитан, как тебя тренирует тренер. В принципе, в любом закоулке, не закоулке, ты просто не знаешь, как отреагировать. В любом случае, ты сможешь постоять за себя, даже если ты там где-то не стоял в спарринге. То есть, это просто реакция очень хорошая. А так, в принципе, проверяли детей. Естественно, не в тёмных углах, но могут, нормально реагируют. Отстаивают. Да. Ну, а где сама училась, Наталья? Я училась в городе Тында, у Гонтарского Александра Владимировича. К сожалению, его сейчас нет, у нас в этом году умер. Но я всё-таки продолжаю, веду эту деятельность. Вопрос такой. В нашей спортивной казне, у наших чиновников не хватает денег на все виды спорта? Или у них есть любимчики? Не могу ответить на этот вопрос, потому что, в принципе, я не могу сказать, что мне не помогают. Помогают министерства, помогают и другим видам спорта. Но я как бы не влажив в другие виды спорта, и насколько им там помогают, и что им дают. Как бы да, мне интересно. Наверное, всему своё время. Я так думаю, всё-таки кто-нибудь, как-нибудь. Стоит, наверное, отметить, что УШУ – это не олимпийский вид спорта. Да, УШУ пока не олимпийский вид спорта, но в 2014 году планируется, уже и собрания были, и председателям других федеральных округов уже было объявлено, что в 2012 году уже будет на министерстве везде физических культур будет объявляться, что УШУ будет являться олимпийским видом спорта. Наталья, не могу вот взгляд отвести от этих мячей, дау называется, да? Да, да. Это вообще холодное оружие? Ну, давайте посмотрим. Нет, это, конечно же, не холодное оружие, потому что, во-первых, это нога гнётся в разные стороны, и это просто спортивный инвентарь. То есть, вот на дау, вообще на соревнованиях, должно стоять клеймо, вот на этом, кстати, да, кстати, на этом не стоит, потому что это… Что, сразу отбрасываю, но на этом стоит? Да, на этих тоже. Вот на таких, на обрубышах, это уже для дульяне, для спортивного оружия, ой, для спортивных дульянеевских спаррингов. Вот, это парные работы, и они работают. А как они в спаррингах? Ну, вот он взял, ударил по голове другого. Один палкой ударяет, один, ну, это всё нарабатывается формами, техниками, то есть, отработки, большое количество… Ну, то есть, в Ушу нет такого, вот, как в карате, ударил по башке, там, что-нибудь сломал, ему, раз, всё, молодец. Нет, здесь, как бы, здесь за технику, за смысл, да, за скорость, резкость, ну, как бы, такая красота, грациозность, искусство. Ну, а если по-настоящему ударить, конечно, будет больно. А почему такое длинучие, если это нормально вообще? Да, то есть, специально для спортивных принадлежностей, чтобы они могли и трещать, и, ну, по друг другу, и, ну, как бы, скорость железная, если, да, работать, то есть, никакой, в принципе, скорость, резкость можно на… на работу, но это забивка руки, кисти и так далее, тело всего. А вот это вот что? Да, это вот у нас дзебенькуль, это гибкая цепь, то есть, гибкое оружие, цепь, одна из оружий. У нас был интересный инцидент. Разрезает пополам сразу человека, да? Ну, наверное, если на хорошей скорости, то да. У нас даже, ну, как говорится, секунда работала у спортсмена, это у Загибалова-Дениса на чемпионате мира, цепь просто порвалась. Мы все не ожидали, конечно, готовилась. Сначала на тренировке цепь крутил, крутил, все хорошо, замечательно. Выходит на ковер, все крутит. Тут ломается цепь, все встают. Ну, как бы, ну, просто спортсмен реально шел на первое место и хорошо делал, исполнял, рвется цепь, он шаги делает, естественно, теряет, время теряет, баллы какие-то. И, соответственно, он даже с этим еще вышел на третье место. А заново начать нельзя? Нет, там уже либо с потерей баллов ты начинаешь заново, либо ты вот эти вот шаги там прохаживаешь, тебя снимают и дальше ты доделаешь. Он доделал, все выставил, ну, даже третье место занял, мы даже удивились. Наталья, вы как председатель федерации УШУ в Амурской области, покажите что-нибудь вот сейчас здесь в студии. Так, ну, если я здесь найду, начну все показывать, наверное, Артем, это будет сильно ошибка. А меня покалечит еще. Места просто очень мало. Все хорошо. Спасибо, что не покалечились. В будущем нашем спортивном зале, я думаю, покажи, приглашу вас. Да, в спорте на чистом энтузиазме далеко не увидишь. Рано или поздно запал заканчивается. Наталья, вам хочется пожелать поскорее найти поддержку, покуда наша администрация пока еще помочь не может. Ну, и надеюсь, что после сегодняшней программы, возможно, кто-то обратит на вас внимание. Вам, друзья, спасибо за то, что вы были с нами. Занимайтесь УШУ, смотрите Альфа-канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин